Попали мы в магазин с клеем. Надо будет сейчас купить на пробу упаковки. Здесь 10 штук, здесь 8 штук. В общем два типа клея получается, ультра пауэр и еще какой-то. И что еще есть там? Белые не доставали, тоже возьмем и такого, и такого. Вот абсолютно белый, а где тут его фамилия непонятно. Ну короче белый клей. Фамилия у него под что, вот она будет. Вон там что-то написано, термостойкий. Белые клевые стержни, термоклей высокого качества. Предназначен для склеивая различных материалов. Клей затвердевает, образует в течение двух минут. Понятно. Короче вот он белый. В принципе то же самое, но только белого цвета. Так, вот он как бы прозрачный ультра пауэр. И вот он этот самый, желтый. Вот возьмем мы их и попробуем. Должаем нашу зарисовку. Вот эти клей. Ух ты! Он даже вот хрупкий оказался. В гараже прохладно. Вот он он хрупкий. Видите какой? Клей хрупкий. Где-то кусок прямо что летел. Вот. Здесь у нас температура в гараже сейчас плюс 9,8. Ну 10 градусов, только печку зацепил. Так. Вот уже первый, так сказать, результат. Вот этот как-то более-менее упертый. А вот этот прям очень хорошо мягкий. Вот видно его, что он распрямляется. Да что ж ты убегаешь. Вот. Этот прям вот сразу распрямляется. Вот заехал я еще в магазин. Купил неизвестно какой, но более мягкий еще клей. И вот это мне Игорь прислал. Игорь Пивень. Тоже несколько жестковатый. Вот тоже на пробу. То есть я просто сегодня уже не успеваю это все делать. Этот просто вот снял чисто тактильно. А этот оказался даже хрупким. Клей. Вот. Ну. По жесткости получается, что у нас вот этот белый мягкий. Вот этот тоже мягкий. И вот этот мягкий. И вот он турецкий у меня есть. Акфикс клей. Вот. По идее вот это он и есть. Вот. Сейчас я проверю. Да. Скорее всего, что это можно ставить знак равенства. Скорее всего, Акфикс. Турецкий. Ну, вот эти у меня палки чуть помягче. Но этот привозной чуть пожестче. Ну, поскольку тут в гараже холодно, как бы ничего удивительного нет. Ну, да. Вот он. Этот хрупкий вообще. Этот жесткий. Чуть мягче. Тоже примерно остальные между собой как бы равны. Вот. Сегодня уже нет у меня возможности тестить. Это такой тизер, так сказать. Выпущу, что, так сказать, скоро будет тест клея. Все. Ждите. Как сниму, так обязательно. Вот открыл страничку. Стейнл или Штейнл. Этот клей. Посмотрел, какие тут клеи бывают. Короче, тут все интересно. Вот. Есть описаловка, правда. На английском или немецком. Это, как говорится, импортный сайт. Вот. Есть и 7 миллиметров стержней, и 10, и так далее. То есть, в основном, тут вот. Не все 11 миллиметров. Я описал алкопродукты, допустим. Что, для чего. Вот. И увеличение есть. Я хочу обратиться к своим подписчикам. К тем, что смотрит канал. Канал. Вот. Надо сделать тест. Надо сделать тест. Протестировать. Ну, как бы вы хотели видеть этот тест. То есть, можно там. У меня есть два пистолета. Одинаковых абсолютно. которые обладают, скажем так, нужными для работы свойствами. Там есть клапан, который мешает протеканию клея нагретого. Второй момент. Есть нагрев до определенной температуры. И третий момент важный. Это то, что в заданном режиме температурном, там, плюс-минус, может, 3, может, 5 градусов, пистолет держит температуру. То есть, вот такие моменты. Но таких пистолетов два. А претендентов, вот, поклею, допустим, стейнл. Я его назову так, может быть, неправильно, прошу прощения. Ну, на английском, вроде, читается стейнл. Вот. Или штейнл. Я, как бы, не знаток языков. Ну, не важно. Вот. Три образца есть стейнл. Потом есть мой турецкий клей, которым я пользуюсь давно. И есть образец у меня от Игоря из города Киева. Это пивень-сервис. Вот. Тоже образец. То есть, получается, у меня 5 образцов. Вот как их потестить. Какими клипсами, там, при какой температуре, там. Натры, там, допустим, молотком или мини-лифтером. Там, с первого раза или с пятого раза. Мне, как бы, проблем нет. Самому интересно. Просто кто-то, может, интересную идею из вас подскажет. И будет интересное видео и интересное исследование. Не только для меня, но и для тех, кто это посмотрит. Кому-то, может, это видео поможет. Так что, напишите сразу в комментах, кто бы что хотел увидеть. Вот. В итоге я все это соберу. Пару дней подожду. И постараюсь снять видео, которое, как бы, моим подписчикам будет интересно. Людям, тем, кто начинает этим заниматься. Ну, вот и все, собственно, что я хотел попросить вас. Вот. Напишите поскорей. Что бы вы хотели увидеть. И как вы мыслите. Это должно выглядеть. Вот. Вот. Вот.